Всем привет! Сегодня огромное видео о пустых баночках. Вот и сколько много, смотрите. Если что-то заинтересует, конечно же, оставайтесь на моем канале. На канале Мору-Мору. Итак, начнем отсюда, с самого начала. Первое, что мне попалось в руку, это сислый очищающий бальзам гидрофильный, который мне очень-очень понравился. Мне понравилась его упаковка и вообще он сам. И пахнет он хорошо. Обратите внимание, что в магазине он может иметь неприятный аромат, так как долго уже открыт, а у меня он прекрасно пахнет. Но он так мне надоел, потому что его слишком много очищения. Все прекрасно было, я его могу рекомендовать. Следующее средство, это средство выпадения волос 572. Эта марка выпускает еще и расчески. Расчетка у меня есть, я показывала вам. Честно сказать, прямо вот сказать про него что-то особенное не могу. Единственное, что он не раздражает кожу, не вызывает никаких покраснений. Эти мне очень понравился. Волосы перестают выпадать после любых таких средств сразу же. И на самом деле перестали. Новых я не заметила. А самое главное для меня сейчас рост новых волос. Но вот только не выпадают, да. Хорошо, что не выпадают, но новых волос и не было. Следующая позиция, это Miriam Kvedam. У меня кондиционер и есть также шампунь. В принципе, не важно. Не нужно держать, наверное, два продукта в руках. Кондиционер мне не очень понравился. Его извлекать сложно на определенном этапе. Но всегда нужно вот так баночку переворачивать. Это мне не нравится. В принципе, какого-то особенного действия он тоже не имеет. Кондиционер как кондиционер. А вот шампунь мне очень понравился. И аромат, и волосы мягкие. Вообще, он мне нравится. И эта линейка тоже. Но особенно я рекомендую скраб. Еще сейчас заказала маску. Вот посмотрим. Мне кажется, маска тоже будет хорошая. Кондиционер не очень. Потом у нас что есть? Вот такой вот скраб до тела от Lycon, который мне очень понравился. Но покупать его, например, я не хочу еще раз. По крайней мере, пока. У меня еще есть с другим ароматом. Это аромат розовый грейпфрут. У меня есть еще белый. Это кокосовый. Да, вот кокосовый мне тоже очень нравится. И бамбуковый нравится в тубе. Это тоже понравился. Да, он очень хорош. Но сейчас не хочу. Поднадоел уже. Вообще, я сейчас подумала, есть ли у меня такие продукты, которые мне так сильно нравятся, что я боюсь, что они закончатся и не хочу. Я сейчас даже не вспомню, но таких продуктов очень мало. Даже свой любимый сабон я все равно хочу, чтобы закончился, чтобы взять новый. А вот именно так вот, чтобы одно и то же покупать. Не знаю. Ну, есть некоторые продукты. Сегодня об одном из таких расскажу. Итак, это у нас шампунь Manali. И вот еще кондиционер. Вот так кондиционер выглядит. Не понравился мне этот уход. Я им пользовалась только потому, что думала, что он какой-то там... Ну, я не думала, так и есть. Это нанотехнологии. Мощные какие-то ингредиенты, которые должны омолаживать волосы. В общем, как лечебным я им пользовалась. И так. Его, можно сказать, терпела. Потому что очень много. Но если бы было 250 миллилитров, это было бы все гораздо проще для меня. Но вот этот такой объем огромный, 500 миллилитров. Кондиционер, кстати, у меня закончился гораздо раньше, чем шампунь. Его очень мало по сравнению с шампунем. И он черный, пенится прекрасно, конечно. В принципе, пользоваться в удовольствии. Но больше ничего от него не заметила. Я надеюсь, что какой-то эффект пролонгированный был. Который сложно заметить. Вообще все эффекты пролонгированные сложно замечать. Вот такой прекрасный гель для душа от Култи Милана. Тесут, называется у меня аромат. Это для рук и для тела. Мыло написано. Вообще гель для душа. Очень-очень легкий. Я его очень рекомендую. Особенно на лето. Пока еще лето не закончилось, можно покупать. И, как ни странно, 500 миллилитров у меня так быстро закончилось. Я пользовалась одна. И просто он очень легкий. Очень тягучий. Прямо практически как водичка. Поэтому он быстро закончился. И мне очень понравился. Ну, конечно, Мария Каланд. Тут без вопросов. Мне нравятся почти все продукты в марке. Мало вообще каких-то продуктов было, которые мне не понравились. Этот мне понравился на ночь крем. Потому что он довольно жирный. Вообще для сухой кожи. Для моей шеи великолепно. Для лица днем нет. Потому что у меня шея сухая. А кожа на лице нормальная. Может быть даже склонна чуть к жирности. Поэтому мне такой крем не подходит. Но я все равно им пользовалась на ночь. На ночь великолепно питает. Ты просыпаешься с прекрасной холеной кожей. Все текстуры. Все мне очень нравится в этой марке. И результат, конечно. Потом вот это вот средство от Аксизи. SPF 50. Я очень люблю. Знаете, вот сколько я не пробую других средств. Не японских. Все-таки равным японским нет. Они все неплохие. Но то макияж плохо ложится. То слишком жирноватый. То слишком выбеливают. А вот японские средства. Особенно это. Давайте про него и буду говорить в частности. Оно великолепно. Тонкое. Просто очень хорошо защищает от солнца. Вообще все, что можно придумать для того, чтобы похвалить средство солнцезащитное, в нем есть. Я очень хвалю. И очень рекомендую. Пользоваться таким средствами нужно круглый год. Ну, можно перейти на 40 или на 30-ку зимой. За лето, конечно, 50. Затем вот этот вот уход, который мне понравился просто как обычный люксовый уход. Он приятный. Он дарит хорошее ощущение. Великолепно пенится. Пахнет хорошо. Ну, это все, что он делает. Поэтому тут еще чуть-чуть есть. Я его отнесла для всех. Я кладу в общую ванну и такие средства, которые я не хочу уже пользоваться. Потому что мне это ничего не дает. Когда знаешь средства покруче, не хочешь пользоваться такими. Вот, например, из средств покруче. Это вот это вот шампунь. Дермоэсэр и кондиционер. Конечно, шампунь, опять-таки, я хвалю больше. Кондиционер еще даже не закончился. Чуть-чуть здесь еще есть. Но хочу просто в паре показать. Но вот этот мне очень нравится. Я, мне кажется, еще раз куплю. Потому что вот очень приятное ощущение в душе. Прям очень нравится. Такие волосы становятся гладкими, гладкими и нежными. Вот, наверное, самое нежное мытье волос с этим уходом. Потому что волосы под руками прямо разглаживаются. Очень нравится. И не ожидала от такого ухода, который... В принципе, эта марка специализируется. Она профмарка. Она специализируется на уходе за лицом. А это для волос просто великолепно. Следующий продукт – это тоник с третинолом. Единственное, что у меня есть, кстати, с третинолом – это как раз таки вот этот тоник. Ну, вернее, его уже сейчас нет. От института. И мне он понравился. Прежде всего тем, что он никак не травмировал мою кожу. Потому что такие средства обычно могут травмировать. Но вот этот нет. Прекрасное средство, которое я... Нет, повторить не хочу. Но что-то подобное я могла бы повторить. Если знаете что-то такое напоминающее этот тоник, пожалуйста, пишите. Я буду... Благодарна. Еще одно средство, которое закончилось, которое мне очень-очень нравилось. Это очищение от Белла Аура. Пожалуй, из всех средств от Белла Аура я выделю именно его. Потому что это очень нежное очищение. Второй этап. Такая тяжелая бутылочка. Красиво смотрится в ванной. В общем, радует глаз. Прекрасно очищает. И деликатно не травмирует кожу. Но оно не может травмировать. Потому что прям совсем молочко. Такое легкое-легкое. Консистенция приятная. В общем, советую. А вот это, знаете, какое чудо-средство. Это пена. Сливочная пена для душа. Просто великолепная. Оно не столько, наверное, прям прекрасно очищает. Хотя, если пользоваться мочалкой или щеткой, может быть, и будет великолепно очищать. А я любила просто так, знаете, как утреннее очищение. Очень легкое для тела. Прямо просто купаешься в сливках. Как будто для королевы. Вот этот вот уход. Еще хочу попробовать белую линейку. Это черная. Вот. Не знаю, как называется белая. Но, наверное, попробую тоже. Очень тоже советую. Побаловать себя. Затем вот эта сыворотка, которая закончилась. Японская. Она, кстати, продается и у нас. Здесь есть некоторые магазины, которые продают. Но очень дорого. А если вы хотите купить по нормальной цене, как в Японии, то обязательно переходите по ссылке, приобретайте. Я это средство тоже очень хвалю. И главное, нужно правильно пользоваться. И тогда оно дает хороший лифтинг лицу. Просто фиксируете. У меня есть много видео. Я показывала, по-моему, 2 или 3 видео даже. Проводите по лицу. От центра к периферии. И фиксируем на 30 секунд. И отпускаем. Вот после такого массажа, после такого нанесения, у вас будет замечательный лифтинг. Упаковочка у него просецкая. Ну, может быть, так и нужно. Зато действие хорошее. Переходим к моей любовной любови. Это Сабон Мимоза. Очень рекомендую попробовать этот новый аромат. Кто не пробовал. И Сакуру, и Пион. Это великолепные, очень-очень нежные ароматы. Которые, мне кажется, должны понравиться абсолютно всем. Сабон вообще любовь многих. По моему совету, очень многие приобрели. И подсели на эту марку. Чего я желаю всем остальным, этого еще не сделавшим. Обязательно пробуйте. Это очень нежные средства, которые покоряют навсегда тело и душу. Также есть вот такое вот шелковое молочко для тела от Сабон. Это тоже как гель для душа. Просто вот я каждый раз это говорю. Гель для душа, всем понятно, что надо и мыться. А вот молочко или масло для душа не все понимают. Поэтому будем говорить так. Это легкое в виде молочка такое. Такой гель для душа. Прекрасный. В стекле. Какой он нежный. Это просто для топичной кожи даже подходит. Если ваша кожа трескается, сушится. Лучше, наверное, средства нельзя найти на сегодняшний день. У меня с ароматом белого чая есть разные ароматы. Это тоже моя рекомендация. Вообще в Сабоне нет ничего такого, что я не могла бы сказать. Я рекомендую абсолютно все. Напротив каждой позиции ставлю галочки с рекомендацией. Потом вот такой вот Frank Body Scrub. Кофейный скраб. В принципе, можно такой скраб изготовить самой. Но я люблю именно эту марку, потому что у них невероятно вкусные ароматы. Вот здесь, наверное, меньше аромат, чем, например, в Сиреневом. Но мне тоже нравится. Вообще хорошо очищать. Единственное, что ванная грязная после него. Приходится долго очищать. И хочется так поблаженствовать. Дальше. Такой вот еще один прекрасный гель для душа. Я вообще любительница геля для душа. Как вы уже, наверное, заметили. И еще у меня несколько едут в пути. Я буду тоже пробовать. Взять вам, расскажу. Вот этот мне понравился тоже. Прежде всего, своим ароматом парфюмированным. Он очень-очень ярко пахнет. Единственное, что здесь крышечка у меня потом, чтобы перестала работать, приходилось сложно. Но это не помешало мне пользоваться. Но нормально все-таки вытекал оттуда гель. И я пользовалась до конца. Это HFC. Прекрасная марка, которая изготавливает великолепную парфюмерию. И вот такие гели для душа. Еще есть лосьон для тела. Но лосьон для тела парфюмированный я не очень люблю. Только если пользуюсь тем же ароматом. Потом Evidence. Это тоже моя любовь отдельная. Это лосьон. Brightening лосьон. Который заставляет кожу нашу сиять. Я потом попозже еще покажу. Есть крем также Brightening. Вот этими средствами пользуемся. Плюс еще сыворотку для сияния. И ваша кожа будет отражать свет настолько, что будет из космоса видно. В общем, это прекрасные работающие средства. Действительно, которые работают на улучшение текстуры нашей кожи. Но и прекрасно увлажняют. Дарят еще и приятные ощущения. Это Франция совместно с Японией. А вы знаете, что я очень люблю и Японию. И очень люблю европейский уход. Потому что европейский подходит нам все-таки, наверное, чуть больше, чем Азия. Например, Корея. А вот здесь вот Япония совместно с Францией. Это вообще просто пик. Пока снимала. Солнце уже село. Давайте покажу. Вот как раз-таки у меня два крема по 10 мл. Ну, считайте, что здесь 20 мл. Ну, так и есть. Это вот как раз крем для сияния кожи. К этому лосьону. Великолепная текстура. Прекрасная. Очень легкая. Быстро впитывается. Легко наносится. Кожа сияет. Аромат чудесный. Что еще нужно? Также я очень хочу похвалить. И ночной увлажняющий крем. Так же, как и дневной увлажняющий, кстати. Вот это великолепные средства, которые улучшают кожу на самом деле. Даже не сомневайтесь. И подходит всем от мало до велико. Давно познакомилась с этой маркой. Уже более 10 лет назад. Тем, хочу вам найти, что показать. Вот. Вот такое вот средство. Получила в подарок при покупке. И думаю, какой приятный аромат. Просто мне безумно понравился. Оказалось, это гаммаж для душа. И я купила себе полный размер. Вот полный размер уже тоже закончился. Это великолепное средство. Такое, знаете, гель для душа с мелкими частичками. Гаммаж. Прекрасно полирует кожу. Нежно. И вот этот аромат. Как он мне нравится. Это аромат дорогих магазинов. Парфюмерных. Но не парфюмированного отдела. А именно отдела с косметикой. Мне очень понравился. И я очень-очень рекомендую каждому попробовать. И гель для душа. И гаммаж. И я еще пробовала лосьон. Он тоже великолепный. Лосьон для тела. Следующий продукт. Вот этот. Филип Би. Ну, это средство не так прям сильно мне понравилось. Хотя, знаете, оно так великолепно пенится. И совсем чуть-чуть нужно. Это скраб для кожи головы. Но это не совсем скраб. Не с какими-то частичками. Хотя они там есть. Но они быстро растворяются. Здесь еще и охлаждающий эффект. И потом такая образуется густая пена. Следующим этапом я беру обычный шампунь от Филип Би. И волосы великолепны. Ну, на сегодняшний день это лучшее из ухода, что я пробовала. Часто я так говорю. Но мне это прям очень нравится. А вот это средство мне уже самой надоело. Я столько раз показывала маска номер один. Но уже надоело. Вот на самом деле теперь надоело. Закончили все средства. Уже теперь не куплю, наверное, долгое время. Просто потому, что надоело. Но очень рекомендую. Дэвид Малет. Именно вот это номер один. И не маску уберите. А именно шампунь и кондиционер. Маска такая. Так себе. Потом шампунь балансирующий. И бальзам. Вот эта вот марка. Мне сказали, что я неправильно подобрала уход. Моя подписчица. Поэтому мне этот шампунь совершенно не понравился. И кондиционер тоже. Я дала свою племянницу. Но я чувствую кондиционер здесь еще полный. А шампуня уже нет. Но она не пользуется кондиционером. Надо кому-нибудь задарить. Наверное, марка хорошая. Просто действительно неправильно подобрала. Балансирующий. Нужен был какой-то другой. Вот. Теперь Revive. Это тоже моя любимая марка. Балансирующий тоник. Вот балансирующий тоник, кстати, мне подошел. Потому что он из сухой кожи делает нормальный. Из жирной кожи тоже делает нормальный. То есть приводит к нужному знаменателю. Его тоже могу порекомендовать. Но, правда, никакой он такой, знаете, бывают такие чудесные тоники. Как, например, Лаприри. Прямо вот сияние. Нравится очень. Здесь такого нет. Ну, в принципе, обычный тоник. Если говорить о том, сколько он стоит. И нужно ли за него столько платить. Он, в принципе, не такой дорогой. Но можно подешевле найти. И с таким же эффектом. Честно скажу. Вот так вот. Но все равно. Мне он нравится. Хорошо, что он у меня был. Закончился кушон Лаприри. Очередной вот такой вот рефил. Я покупаю вот такие вот отдельные. Просто вставляю в кушончик и пользуюсь. У меня 20 тен. Мне нравится очень этот оттенок. Он мне подходит. На лето, правда, светловат. Хотела купить себе потемнее. Но уже не нашла этих рефилов. Сложно найти. Если вдруг я найду, где купить, обязательно с вами поделюсь. Для меня это лучший кушон в мире. Из тех, что я пользуюсь лучше. Затем вот это средство. Очень о нем мечтала. Средство для кожи вокруг глаза. От Сенсай. Именно с вот этой вот полосочкой такого цвета. От морщин, по-моему. Очень нравится текстура. Напоминает Kiehl's Avocado. Так, нужно, знаете, разогревать между пальчиками. Потом вбивать. Прикольная текстура. Сказать, что я заметила моложущего эффекта. Нет. Потом вот это вот средство закончилось. У меня это бальзамчик. Смотрите, как закончилось. Вот такого я вам еще, наверное, не показывала. Вот. Все. Подчисту. Я даже не хочу упаковку выбрасывать. Она такая крутая. Такая нигде не попортилась. Не поцарапалась. Вот просто абсолютно ничего не случилось. Качество на высоте. Хочется туда что-нибудь другое. Я смотрю иногда на ютубе есть такие ролики, когда новые помадки заливают. Прям хочу сделать то же самое с этим бальзамом. Может быть, удастся пересадить просто. Вот. Еще одно средство от Марии Галант, которое мне тоже очень нравится. Это масло. Ну, знаете, оно мне больше как понравилось. Я наношу его на тело, а потом крем. То есть я до середины даже, наверное, меньше треть осталась, когда я пользовалась сегодня лицо. А потом, когда осталась треть, стала пользоваться для тела. Очень нравится. Потому что кожа преображается, сияет, светится, и после него хорошо ложится крем. Вот это средство. Это очищение. Вообще не понравилось. Это Джел Космет. Может быть, я его не поняла. Может быть, неправильно использовала. Не знаю. Но не понравилось вообще абсолютно. Я даже попользовалась только один раз, и мне тут еще осталось и не хочу. Вообще неинтересно. Маргус очень понравился. Вот эти средства. Особенно понравилась сыворотка. Но маску потом я тоже распробовала. Толстым слоем нанесла. Она тогда заработала. Кожа понравилась. Такая мягкая, сияющая стала после этой масочки. А сыворотка меня радовала каждый день и довольно долго. Прям очень экономичный расход. И сыворотку я могу порекомендовать. Если вы встретите такую сыворотку, обязательно приобретайте. По крайней мере, вот такой пробничек. Можно попробовать и распробовать. Посмотрите. Может быть, вам тоже понравится так же, как и мне. Легкая, легкая, невесомая сыворотка. После нее хорошо впитываются другие продукты. Потом Бежу Домар. Отдельная моя любовь, которая очень-очень мне нравится. Посмотрите, какое прекрасное оформление. Маска закончилась. Она великолепно увлажняет. Сливочная густая маска. Я ее всегда использовала на ночь. Просыпалась с прекрасным настроением, с прекрасной кожей. Когда особенно не выспишься, приходишь домой очень поздно и доложишься, поздно работаешь. Потом она спасает. Смотрите, здесь какая лопаточка. Но, правда, ей я пользовалась только сначала. Потом, когда совсем заканчивается, невозможно. Ее пользоваться просто невозможно там достать. Ну, или руки у тебя становятся. Все в креме. А это не очень хорошо. А еще, кстати, от этой, где отсюда у меня есть еще и вот такая вот масочка. Не смываемое средство. Вот выпадение волос. Ничего не поняла. Слишком, наверное, было мало. В общем, этот уход мимо меня. Кстати, еще вот Адерма СР. Вот такая есть у меня маска СОС с маской, которая тоже закончилась. Но я ее тоже не поняла. Вот все, что мне было, мне понравилось. А вот эта маска не особо. Следующая позиция. Это вот такой великолепный гель для душа от Сент-Барт. Это самый дорогой. Блю Лагун. Мне он очень понравился. Он абсолютно летний. Для лета идеальный вариант. Очень красивый. Тяжело открывался, правда. Но вообще, как для душа. Он прям очень-очень приятный. Нравится мне. Но необоснованно дорого. И вообще не стоит того. Нет. За эту цену я не поняла, почему так дорого. Такой же, как и все остальные хорошие гели, которые стоят гораздо-гораздо дешевле. Может быть, из-за этого матового стекла, вот этого прозрачного окошка. Я не знаю, почему так дорого, но необоснованно. Затем я показала уже маску. И теперь показываю шампунь. Шампунь тоже закончился. Номер один от Дэвида Малетто. Я уже хвалила его неоднократно. Очень рекомендую. Именно номер один шампунь-кондиционер. Больше ничего так сильно в этой марке мне не понравилось. Вот это очень хочу купить полный размер. Например, это Russian Ember шампунь Imperial и линейка. Самый дорогой шампунь в Филиппе. У меня вот такая вот миниатюрка была. Ну, хватило надолго, потому что он такой, как клей. Прямо вот очень-очень густой. И его хватает совсем мало. И, кроме того, это второй этап. Первым этапом я мыла голову шампунем с ментолом. Авокадо, по-моему, называется. А вот вторым этапом вот этот. Волосы очень нравятся после этого ухода. Прямо один из лучших для меня сейчас в филиппе уход. Хочу еще, знаете, опять вернуться к опалису. Пока не найду, где купить. И закончился Августинус Бадр. Вообще люблю эту марку. Все мне в ней нравится. И сейчас у меня закончился мочающий гель. Но это не гель, это скорее молочко. Такое легкое-легкое молочко. Прекрасно очищает, не травмирует просто абсолютно. Потому что это легкое-легкое молочко. Я использовала даже чаще как утреннее именно умывание. Потому что вечернее умывание я все-таки люблю, когда пожестче. Ну, иногда и как вечернее использовала. Но вообще рекомендую его именно как утреннее. Где купить тоже остальное. Хочу показать. Вот, помните, я говорила, есть такое средство, которое, я думаю, чтобы не заканчивалось. И я покупаю снова-снова. Вот это карандаши от Романовой. У меня карандаш черный и коричневый всегда. Просто вот на каждый день быстро-быстро выбежала, накрасила. Я пользуюсь этим карандашом. Очень его люблю. Но, правда, не жду, когда он закончится. Ой, не думаю. Ой, не заканчивался. Всегда хочу купить новенький. Потому что не люблю такие огрызочки. Сейчас его выброшу уже. Но вообще карандаш великолепный. И очень я его могу посоветовать. У меня наряду с Викторией Бекхэм всегда есть Романова. Бекхэм очень черный. Хорошо растушевывается на веки в качестве подложки. А вот этот в качестве стрелки хорош. Но им нельзя прокрасить нижнюю слизистую, потому что он все-таки нестойкий. Там я использую подводку Бобби Брау. И это все, что я вам хотела сегодня показать. Аж телефон нагрелся. Пишите ваши комментарии, что вам особенно интересно, что понравилось. Может быть, у вас что-то есть из-за того, что я сегодня показала. И наше мнение либо сходится, либо абсолютно нет. Пишите. Буду рада услышать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok